Когда мы приступили три года назад, мы уже четыре, к работе в нашем регионе над внедрением медиаобразования в учебно-воспитательный процесс, в общеобразовательный школ, перед нами стояли вот эти задачи, потому что мы как с чистого листа открывали для себя эту работу. Для меня этот чистый лист открывался еще в 90-е годы, но теперь уже было у меня много подопечных, которых надо было тоже к чему-то подготовить. И одна из самых больных проблем – это подготовка педкадров. Нет у нас медиа-педкадров, нет, когда мы начали еще работать. Поэтому не слышал пока общение, что-то где-то открыли такой факультет, пока не слышал. Речь шла о том, что мы уже как бы дергались, пытались это сделать. Два варианта. Дело в том, что я профессиональный медиа-педагог. И таким, как я, наверное, ну и больше 100 в Украине. Мне повезло. Я, во-первых, педагог по своему первому образованию в Тарке, кинопедагог. Мне удалось закончить кинофакт, киновический факультет в Каркен-Какарово. А там у нас, когда я училась, была специализация, то есть второе, выше для учителей, специализация. Методика преподавания основ киноискусства. И вот благодаря этому, то есть как бы так случилось, что, да, саппадок, что я в полном объеме изучила и киновические аспекты, то есть кино, телевидение, а вот все, что связано с аудиовизуальной культурой, плюс еще и методику преподавания основ. Поэтому мы успели поработать с 91 по 98, вот потом все дело прикрыли. Вот несколько лет походили, добивались, чтобы опять открыли такой спецкурс для учителей. И мы собрали, вот у меня, сначала было 12 школ, сейчас у меня 23 школы уже работают в этом направлении по всему Крыму. И мы с этого года начинаем региональный эксперимент, то есть еще школы придут и придут детские сады. Мы решили, что вся цепочка, ну у меня все-таки, извините, я работаю в Министерстве культуры, а не в институте после дипломного образования. А у нас, как федеральная структура, мы сами имеем право писать и свой закон об образовании, и свои региональные... То есть, естественное образование Крыма, оно у нас открыло, так и осталось. Нашу программу, которая в 92-м году писалась, они ее усовершенствуют. Я попробовала туда втыкать метеобразование, потому что они ко мне обратились с предложением вставить что-то. Ну, я размахнулась, конечно, по кавалерийски в каждую главу, чтобы знали. В России с 2002 года есть стандарт специализации, медиапедагог. И в Таганрогском педагогическом университете у Федорова, корифея российского медиобразования, они с 2002 года выпускают на кафедре социальной педагогики специализацию, медиапедагог. Но мы собрались и открыли постоянно действующий семинар для педагогов. Вот уже три курса мы у меня закончили. Первый год мы занимались с ним, то есть каждый раз месяц ко мне приезжает педагогия со всего Крыма, и мы с ним работаем. Первый год мы готовили и все изучили по теме кинематуры. То есть полностью, что я могла им дать и история кино, и художественное изобразительное средство кино, и методика обсуждения фильма, потому что есть такой материал на работах еще Усовым Юрием Николаевичем в 70-х годах. То есть вот это все. Потом мы смотрели фильмы, учились анализировать их, и дальше они уже начали работать с учениками. На следующий год у нас тема была телевидение, и мы вышли на школьное телевидение. Я массовое кино очень редко использую в своей работе. Я использую лучшие произведения классики, киноклассики, и мировой, и в первую очередь отечественные, потому что мы должны популяризировать в первую очередь свое кино, украинское, бывшие советские, лучшие образцы советского кинематографа, и классику мирового кино. То есть вот с этого начинали. Они должны, ведь задача медиаобразования, это не только научить понимать разные медиатексты, но и художественное и эстетическое воспитание. То есть это для меня является теоретичным.